Книга «Открытым оком». Том 15. Тема «Промысел Божий». Вопрос 2984. «Бывает сцепление обстоятельства, когда как-то все так сложится, что в твоей жизни вдруг начнется новый этап, когда прошлое вдруг отрезается. Кто из ваших близких так обратился к Богу, начал искать путь к спасению?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Замечено, что кто много страдал, тому вздается уже здесь лучшим, чего жившие в Неге не могут получить и за деньги. Так узники ГУЛАГа, как Солженицын, Волков, Лихачев и другие живут дольше своих мучителей и гонителей. У нас есть такая душа, которая жила только с отцом, при отсутствующей живой матери. Жила, как дичок, но Бог дал ей возможность уверовать, иметь прекрасного мужа-красавца, умницу и труженика, и чудесных детей, быть любимой, как награда за прошлое». Кавычки открыты. «Однажды, самым обычным днем, в наш дом пришел незнакомый человек. Оказалось, что он не ошибся адресом, а приехал навестить своего друга детства, Заикина Александра. Александр на тот момент был сожителем моей матери. Незнакомец был высокого роста, крепкий молодой человек. По внешнему виду ему было больше 20, но меньше 30 лет. Его имя Виктор Плеханов. В беседу с Виктором я старалась не вступать, поскольку чувствовала к нему неприязнь. Это необоснованная неприязнь, и Виктор в этом не был виноват, никакого повода к тому не давал. Эту неприязнь я чувствовала практически ко всем людям, которые приходили в наш дом. Это были алкоголики, бывшие зэки, матерщинники и тому подобные люди, которые приходили, чтобы купить алкогольный напиток, изготавливаемый в этом доме. Шалман, да и только. Но после нескольких приездов Виктора, мое мнение о нем изменилось. Он не был одним из тех людей. Как-то раз я сидела на крыльце, и мне было ужасно скучно. Виктор спросил меня, почему я грущу. Я ответила, что мне скучно. Он привел в пример монахов, которые сидят в своих кельях и практически постоянно одни. Я удивилась, как они там еще не умерли со скуки. Виктор сказал, с Богом не скучно. Необычно было слышать от молодого человека подобную речь. На эти темы мы с Виктором больше не говорили, хотя он еще и не один раз приезжал. Позже я узнала, что Виктор оставил магнитофонную запись каких-то лекций Игнатия Тихоновича Лапкина. Из любопытства прослушала запись. Занятие по толкованию Евангелия. Но где они проводятся или проводились? Кто ходит на прослушание лекций? Можно ли мне сходить, посмотреть, послушать? Не помню откуда, но, скорее всего, Виктор оставил номер телефона 24 38 46. Я позвонила и поинтересовалась, проводятся ли такие лекции и где. Мне ответил женский голос, как мне тогда показалось, необычный, чем-то отличающийся от общей массы голосов, который мне приходилось слышать даже тон другой, без притворства, удивительно спокойный, уравновешенный и уверенный. Когда наш небольшой диалог был закончен, женщина сказала «С Богом!» Я положила телефонную трубку и долго сидела, недвижимая, в каком-то иступлении. Надо же так сказать «С Богом!» Кому сказать «Мне?» Да кто я такая, что женщина, меня не зная, как будто даже любит меня, так ласково сказала «С Богом!» Да я не заслуживаю такого прощания. Как мне кажется, по голосу это была Марина Добунова. Я твердо решила посетить это общество людей. Октябрь 1999 года. Политехнический институт «Корпус В». Напротив переговорчного пункта. В холле увидела объявление с изображением Иисуса Христа. Прочитала и с облегчением поняла, что не ошиблась. Я шла уверенно в себе, но когда я зашла в аудиторию, то поняла, что мой внешний вид очень отличается от вида людей, которые тоже пришли послушать. Мне стало неловко. Вроде что такого, что я в брюках и волосы распущены. В таком виде меня можно было очень часто увидеть. Откуда какое-то беспокойство? Стыд, что ли, за мой внешний вид? Длинные накрашенные ногти я спрятала под парту. Но некуда спрятать все остальное. Накрашенные ресницы, губы. Разве только самой залезть под парту? Я с нетерпением ждала конца занятий. Чтобы скорее убежать и в следующий раз прийти по-другому одетой. Занятие ввел чернявый молодой человек с реденькой, неподравненной бородкой. Я подумала, такой молодой и столько знает. Игорь Третьяков открывал Библию и читал места. Многое цицировал наизусть. Отвечал на вопросы, которые подавали в записках, хотя их было и немного. После молитвы в конце занятия я скорым шагом вышла из аудитории, чтобы меня никто не остановил. Но убежать я не успела. Девушка маленького роста практически бегом догнала меня. И, как мне тогда показалось, пыталась убедить меня не делать поспешных выводов и прийти еще на занятия. Подсказала, как нужно одеться. Сказала, что Игнатий Тихонович болеет, но по восздоровлению вести занятия будет он, а не Игорь. Савинцева Надя, студентка медицинского университета, это она меня догнала. Я стала ходить на занятия по изучению Библии, записывать толкование, что говорил Игнатий Тихонович. Места из Писания нужно было выписывать дома. Иногда оставленного свободного места для выписывания не хватало. Я вклеивала вырезанные листочки и дописывала. Игнатий Тихонович на первом месте ставил авторитет Библии. Все свободное время я стала посвящать чтению Писания. Матфея 16, 26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Именно это место коснулось моей души. Я поняла, что было я, что бы я ни делала, каких бы целей в жизни перед собой не ставила, чего бы не достигло, все тщетно, если со мной не будет Христа. Некоторые становятся учеными, другие медиками, рабочими, богатые они или бедные, с жильем или бомжи, больные или здоровые, все мы в конечном итоге умрем. И там за чертой смерти не будет этих разделений, только истина, Христос, вечный Евангелие, который и будет судить нас. Иоанна 12, 48. После осознания истины и уверования в Иисуса Христа, моя жизнь кардинально изменилась. Мои друзья отошли сами от меня, потому что им неинтересно было читать со мной Библию. Я этому даже обрадовалась. Не нужно было тратить время на бестолковую болтовню, а можно было посвятить его чтению Библии. Не могу сказать, что не было соблазнов мира. Однажды было очень тяжело, хотелось пойти на новогоднюю дискотеку. Но я поняла, что если я пойду, то потеряю все, я потеряю веру во Христа и вернусь к своей мерзкой жизни, как возвращается пёс на свою блевотину. 2 Петра 2, 21-22 стихи. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. А Софис говорила, ведь ты же знаешь, что это грех. Только Господь мне помог выкарабкаться из помойки мира. Но истинно христианской жизнью Господь сподобил пожить в детском трудовом лагере. Это не просто прийти в воскресенье на богослужение и на неделе дома читать Писание. Надо во всём искать, что Богу угодно. А о смирении до этого я только читала. Как тяжело порой было наклонить голову. Начитаюсь, бывало, духовной литературы и думаю, ну всё, Господи, я готова. Меня можно испытывать, и я всё выдержу. А когда ходит до дела, то куда девается моё смирение, в кавычках. Начинаю гневаться, обижаться и опять читать духовную литературу. И понимала, что нужно зайти сперва на первую ступеньку, отвергнуться себя. А потом уже брать крест и следовать за Христом. Матфея 16, 24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. В некоторых случаях жизни даже сейчас трудно бывает отвергнуться себя. Прости меня, Господи. Так я услышала об истине и уверовала Спасителя моей бессмертной души Иисуса Христа в крестовозвешенской общении. Через благословенные уста проповедника, моего духовного отца Игнатия Тихоновича Лапкина. В 2001 году приняла истинное крещение в поселке Потеряевка. Таинство было совершено руками батюшки Иоакима Лапкина, доброго и одновременно строгого священника и наставника. Слава Богу, что не перевелись еще на Руси люди с такой глубокой верой и страхом Божиим. Что я искала в общине и чего не нашла? Прежде всего я искала не общину, не людей, а Христа. Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его. Но без проповедующего я бы ничего не услышала. Римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О Христе я услышала в общине. Большое значение для меня имеет духовное общение с братьями и сестрами, единодушные молитвы о нужных общины. Одно из важных факторов – обличение моих грехов. И наставление на путь исправления. А так, варилась бы сама в себе и думала бы, что я идеал. Моё мнение об объединении СМП. Так хочется остаться в лоне зарубежной церкви и не оскверняться прошлым и настоящим московской патриархии. Возникает вопрос, за что тогда умирали в ГУЛАГах священники, которые не согласились с декларацией митрополита Сергия Старгородского. Напрасно была их смерть. Для чего возникла зарубежная церковь, если мы сейчас добровольно, ни в оковах, ни в плену, готовы объединиться с организацией, которая изначально была основана Сталином и Берием? ЗАГУЛЯЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕВЧЬЯ ФАМИЛИЯ МОЖИНА ТЕЛЕФОН 31-13-47 КАВЫЧКИ ЗАКРЫТЫ ИСХОД 3-7 И сказал Господь, Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. ПСАЛОМ 9-14 Помилуй меня, Господи, воззри на страдание моё от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти. ПСАЛОМ 26-10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Где тот богач с несметным урожаем, в котором задохнулся, полностью сгорел, болезни, немощи в ту ночь его прижали, а может, за недоимки он схлопотал расстрел? Молниеносно всё куда-то провалилось. Толпа из босиков, героев перестройки. Осталась лысинка картавенького вилла, да от несжатого нам никакого проку. На место отошедших грешных богачей, своры олигархов, жидовски прилукавых, не позавидуют им смертно злой кощей. Не жаждали божественного, явно не алкали. Наживый дух живуч, неистребим, всё так же тянет за поводок короткий. Не скажешь, ну пупка, олигофрен, дебил, а он такой и есть, зажравшийся до работы. Жизнь не зависит от толщины сберкнижки, как часто даже всё наоборот. Кому бы жить да жить, он растворился в жиже, всё глубже зарывается, как крот. И спросим про питание и одежду, конечно, и жильём не в тягость будет. Не нужно телеса излишней нежить, не станем праздники творить из серых будней. Излишнее не в пользу, а во вред. Ворам и жадным только на потеху, познавших худшее, того не делать впредь. Спокойно жил бы под своей застрехой. Богач метётся, хочет предпринять переустройство, нажитого прежде. Про ад и про огонь он не желает знать, пока челнок смерть разом не обрежет. Не дай излишнего мне, господин всесчедрый, и в нищету меня не погрузи. Дай из просимого мне на молитве черпать, чтоб был трудяга я, не паразит. 07, 02, 06. Игнатий Тихонович Лапкин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.